Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас стоим с вами в преддверии Кипур. Самый святой еврейский день. День, когда Всевышний выбрал специально для искупления еврейского народа. День, который Всевышний заповедовал нам сделать день поста, день молитвы и основные пять вещей, которых мы скажем вкратце. Если еврейский народ будет это соблюдать, с Божьей помощью Всевышний простит еврейскому народу все прегрешения. И в Торе есть спор, как мы говорим, Шаббат-Шува, а простит ли Всевышний приглашение, если только человек сделает Шуву, или достаточно самого дня Йом-Кипур. И на это есть два интересных мнения. С одной стороны пишется, конечно, что нужно сделать Шуву, это очень важно, что человек должен сделать все возможное, чтобы вернуться к Богу. Но есть другое мнение, очень интересное, Рэба подчеркивает про это мнение очень много. Говорит об этом мнении, мнение, что сам сущность дня Йом-Кипура искупляет. То есть есть мнение, что если еврей сделает пять вещей, он не будет кушать, он будет поститься, не оденеть кожаную обувь, супружеская близость, рахица, все, что связано с этими пятью вещами, которые связаны с удовольствием этого дня, если человек соблюдает, то он сразу ему, Всевышний, прощает грехи. И как же так можно? Мы же понимаем, что это не какая-то игра, которую человек сделал, и она простилась. Как может такое происходить, что Всевышний просто берет и прощает нам, еврейскому народу, свои грехи, наши грехи, которые, не все грехи, правда, там есть грехи, которые связаны именно с отношением к нему, то есть то, что мы сделали перед человеком, нам нужно измениться перед человеком, исправить то, что мы сделали перед человеком, если мы причинили ему ущерб или еще что-то в этом роде. Да, это отдельная тема. Но мы сейчас говорим, что сам сущность дня Йом-Кипура, она как таковая сама уже искупляет. И тут у нас возникает несколько вопросов на эту тему, как так возможно, что сам какой-то день, который сам, понятно, выпал Всевышний, сам о нем говорит, способен искупить весь еврейский народ. И то, что мы говорили с вами, что Раби Иуда Анаси, он вообще считает, что сам день, сущность этого дня, она искупляет. То есть не искупляет только наши чува, понятно, что чува, а сама сущность, даже то, что есть этот день, он сам по себе является как бы искуплением. И здесь у нас возникает несколько вопросов, которые мы должны понять, почему сам Йом-Кипур без нашей какой-то работы может искупить нас, может сделать такую колоссальную работу для нас, которая нас полностью выведет на новый уровень, да, то есть который сотрет наши грехи, которые мы перед Всевышним согрешили, не дай Бог, да, и он это начнет, это, как говорится, с чистого листа, что мы с чистого листа начнем с вами новый год, да, то есть как понять, как может быть такое что-то стирать. И для того, чтобы это понять, мы должны понять сущность этого дня. Объясняется, что в этот день светит такая большая святость, что каждый еврей ощущает себя связанным со Всевышним. Пишется в наших святых книгах по Кабалея, книгах по Тане, и пишется, что наша душа состоит из трех частей. Одна часть нашей души, она настолько высока, она напрямую связана с Всевышним, что она никогда не опускается в наш мир, просто так, только в разные моменты, да, то есть и один из этих моментов, в которые наша душа опускается, это Йом-Кипур. Йом-Кипур, и когда евреи идут на самопожертвование, тогда светит часть души, которая называется Ехидаши Бенефиш, то есть особая часть души, которая связана напрямую со Всевышним, и она раскрывается, ей ничего не надо только быть рядом со Всевышним, когда она уже раскрывается, это просто, можно сказать, как говорится, фантастика, да, то есть когда раскрывается такой уровень души, то есть ничего не хочется, кроме быть рядом со Всевышним. То есть раскрывается, что еврей и сущность со Всевышним, он одно и то же, он связан с неразрывной связью, И поэтому мы знаем с вами, что когда приходит Йом-Кипур, у нас есть особое ощущение, которое мы не можем передать. То есть из поколения в поколение евреи соблюдали Йом-Кипур. И для них это был настолько святой день, настолько важный день, что они даже когда переставали, не дай бог, соблюдать этот день, все равно для них был чем-то важным, чем-то особое ощущение. Пишется, что в воздухе летает особый воздух, который создает у человека огромнейшее желание быть рядом со Всевышним. Огромнейшее желание, ощущение того, что ты еврей. И для того, чтобы понять, что это за ощущение, мы должны понять, что происходит в этот день, что является раскрытием этой связи, такой высокой связи, о которой мы говорим. Итак, я хочу привести пример, который был из жизни нашей общины. Я могу немножко ошибаться в деталях, но я думаю, что в принципе история такова, что в американском посольстве работал один еврей, которого я хорошо знал и знаю. То есть это была американская армия, и к нему пришел устраиваться другой еврей. Но он не знал, что он еврей, и вот он пришел устраиваться к нему на работу. И говорит, что все условия работы, все, то есть как бы то, что это тоже с армией. Он говорит, только у меня есть одно условие. Какое? Вот есть один день, который я хочу, чтобы у меня было выходной. Он говорит, какой-то день. Он говорит, такой-то день. Он смотрит по календарю у себя что-то в этом. Он говорит, ты еврей? Это Йом-Кипур? Он говорит, да. Он говорит, я тоже еврей. Мне брат тоже сказал, что если я не буду в Йом-Кипур, не приду в синагогу, он говорит, он со мной не будет разговаривать. То есть, у этого человека Йом-Кипур является одним из важных вещей. То есть, Йом-Кипур раскрывает нашу связь с еврейством. Йом-Кипур – это день еврея. Как можно сказать, это день еврея? День, когда мы чувствуем себя евреями. Даже самый такой простой человек, он ощущает себя евреями. Есть какая-то в воздухе ощущение своего еврейства, своей неразрывной связи с еврейством. И для того, чтобы это лучше понять, мы приведем еще один пример. Этот пример с Давидом, с царем Давидом. У царя Давида был сын, который сделал против него восстание. И такое восстание, что царь Давид практически был полностью уничтожен. И как-то чудом получилось, что он спасся, и он смог победить сына. То есть, его армия, когда начал побеждать сына, сын там умер очень страшной смертью. Он зацепился, у него были длинные волосы, он зацепился за дерево, на дереве он повис. И человек увидел, что сын царя так умирает. И он выпустил у него несколько стрел, для того, чтобы не было такой мучительной смерти. И как бы, чтобы сын царя не подобает ему так мучительно умереть. Потому что он бы по-любому как бы... И тогда, когда царю сообщили, что его сын умер, то есть, это тот сын, который его полностью хотел уничтожить, растоптать. Царь Тавит начал говорить, а вишалом бни. То есть, он говорит, мой сын, мой сынок. Да, то есть, что произошло? Слушай, этот сын хотел тебя полностью уничтожить, этот ребенок, который тебя полностью хотел искоренить. Так вот, объясняется, что когда есть связь отца с сыном, она стоит выше всех, все, что было. То есть, семья и семья. То есть, если человек, он является частью семьи, и он пришел в семью, и это твой сын. Какой бы он ни был, он твой сын. То есть, бывает, что эта связь не так раскрыта. Но пишет о Ромке Пур, эта связь раскрывается. То есть, есть очень большое ощущение, что это наш сын, что это наш ребенок. То есть, у Всевышнего есть отношение к нам, как к отца и к своим детям. Именно поэтому, когда есть ощущение отца к своим детям, именно поэтому совсем другое отношение, совсем другое понимание. Все, что ты делал до этого, это, конечно, плохо. Никто об этом не спорит. Но любовь отца, она стоит над этим. То есть, над вот этим ощущением. Итак, мы сказали эту историю. И еще приведем еще одну историю. Историю с Левицкой, как им из Бердичева. Левицкой из Бердичева благословлял еврейский народ. Для евреев подходили к нему, просили благословения. Вот однажды к нему должны были прийти за благословение. Он сказал, с сегодняшнего дня новый порядок. Каждый, кто хочет благословения, должен дать 2 рубля с человека. То есть, и тогда я буду за него молиться. Вот. И это были большие суммы в этот момент. Тем более после Росшана, когда люди много чего делали. И одна женщина, которая была вдова, у нее был единственный сын. И она пришла к Левицкой и сказала, у меня есть всего 2 рубля. Может Левицкой сделать мне скидку? Объяснила, кто она, что она, она и все остальное. Объяснила, что она вдова. И Левицкой сказал, нет, только 2 рубля с человека. Говорит, ну знаешь что, ты можешь выбрать, или ты, или сын. Женщина, недолго думая, говорит, конечно сын. Этого Левицкой подождал. Понятно, что ему не нужно было эти 2 рубля. Он сказал, вот посмотри, Всевышний Владыка мира. Мать без вообще вопроса сказала, что когда я спрашивал, кого ты предпочитаешь, меня, себя или сына, она сразу выдала сына. Это то, что ты, ты наш отец. Когда отец кого предпочитает? Конечно сына спасти. Конечно он думает о сыне больше, чем о себе. Так и ты о нас подумай больше, чем о себе в этот день. Йом-Кипур, чтобы это случилось и все перевернулось. То есть, чтобы эта отцовская любовь проснулась к еврейскому народу и полностью раскрылась это все. И как мы сказали, что в этот день светит такое качество, которое мы называем ехидаш и бенефиш. Ехидар, то есть раскрывается ехидар. Раскрывается сущностная природа еврейского народа. Сущностная природа. И тогда, когда раскрывается сущность, то все, что касается этого мира, она не может запятнать. Наши грехи не могут запятнать вот эту связь. Наша связь, она связана в этом мире, пока мы находимся в этом мире, пока мы работаем, пока мы что-то делаем. Наши грехи способны как-то нас там отдалить от Всевышнего. Но в тот момент, когда раскрывается сущностная связь, тогда ничего не страшно. И я хотел привести пример, который случился в нашей синагоге. У нас, слава богу, было обрезание, на этой неделе обрезание ребенка, еврейского ребенка. Мама приехала, они приехали с Алматы, они захотели сделать обрезание ребенку. И самое интересное, ребенок родился в Йорцайт Левийцкака, отца любаяческого рэбе. А сделали обрезание в Йорцайт матери любаяческого рэбе. То есть это очень символично. То есть понятно, что мы здесь связаны с Левийцкаком очень сильно. И когда делали обрезание, я рассказал такую историю, что пишется, почему обрезание делают на восьмой день. Спрашивает рэбе, почему обрезание делают на восьмой день. Известна история, что Авраам обрезал своего сына Ишмаэля в 13 лет. И объясняет рэбе, что это была сущностная разница между Ишмаэлем и Ицхаком. Ицхака обрезали на восьмой день, Ишмаэля на 13 лет. Теперь, когда Ишмаэль подошел к Ицхаку и говорит, что мне сделали обрезание на 13 лет, я прочувствовал всю боль этого. Ты же не прочувствовал боль, тебя сделали на восьмой день. Когда Ицхак ему ответил, он говорит, что я готов себя полностью посвятить Всевышнему. Я готов себя полностью посвятить Всевышнему. И потом было испытание Акидат Ицхаку. Но самое интересное со стороны Авраама. Авраам подходит ко Всевышнему. И когда Всевышний говорит, что у тебя будет потомство, он говорит, что пусть хотя бы мой сын Ишмаэль ходит перед тобой праведно. И тогда говорит Бог, нет, недостаточно Ишмаэля. Ишмаэль праведный. Но его праведность зависит от его мировоззрения, от его цеха, от его разума. Пока его разум воспринимает, он будет выполнять, он знает, что и Всевышний, поэтому выполняет. В тот момент, когда у него будет проблема понять Всевышнего, то есть тогда начинаются действительно проблемы. И поэтому он говорит, что нужен совсем другой сущности, другая сущность. Должен родиться сын, связь которого со Всевышним будет стоять выше, чем время, выше, чем понимание. То есть рождается ребенок, на восьмой день ему делают обрезание. Мы знаем, что этот ребенок будет, а может он будет, не дай Бог, не этот ребенок. Может будет ребенок, который родился, он может быть страшным грешником, а мы делаем ему обрезание, вводим его в союз. Что такое обрезание? Вводим его в союз Авраама, то есть союз со Всевышним. Какой союз? Мы понимаем, мы же не знаем, кто из него вырастет. Он еще сам не понимает, кем он будет. Так объясняет на это Рэббе, объясняется этот психолог, что союз еврея с Богом стоит выше понимания, выше разума. То есть мы можем согрешить только здесь, мы можем согрешить на своем теле. Но наша связь со Всевышним будет стоять выше разума. Поэтому Ицкак родился необычным образом. И поэтому было большое чудо с его рождением. И поэтому Всевышнему недостаточно Ишмаэля. Ему нужно, чтобы родился такой народ, который он наследовал, генетическая вещь, что он останется евреем при любом обстоятельстве. При любом непонятном, при любом то, что происходит. К сожалению, наш еврейский народ перенес того, что мы не можем объяснить нашим разумом, столько, что ни один народ не перенес. Погромы, холокосты, все что угодно. И при этом мы сегодня с вами здесь сидим, при этом я выгляжу так, как я выгляжу, как еврей. При этом евреи до сих пор евреи, при этом до сих пор верят в нашего Всевышнего. И это говорит о том, что связь еврейского народа с Богом стоит выше разума. И это доказано. Это доказано в этом мире. Всевышний доказал нам в этом мире, что посмотрите, есть один народ. Как бы мы ни пытались его уничтожить, какие бы горе он ни перенес, он знает, что он связан со мной. Не важно, что с ним происходит. Он стремится ко мне. Его душа стремится ко мне. И где это происходит? Это происходит в Йом-Кипур. В Йом-Кипур проявляется вот тот уровень души, который заставляет нас сегодня возвращаться в синагоги, заставляет нас сегодня идти дорогой Туры. Это тот дух, это те гены, которые текут в нас, которые передались нам с Ицхаком, потому что Ицхак получил испытание, которое невозможно объяснить. Когда Авраам взял Ицхака, когда Авраам взял Ицхака и понес его на жертвенник, любой нормальный человек сказал, Авраам сошел с ума. Да, Авраам зашел с ума. Как можно взять своего единственного сына? Где Игайон? Всевышний сказал, что от него произойдет большое потомство. И где это потомство? Да, будет, если Ицхака убить. И что проявляется, Авраам не обращал внимания. Он знал, потому что связь Авраама находилась на огромнейшем уровне со Всевышним. Эта связь невозможно сравнить ни с чем. Огромнейшая связь, которая Всевышний связал его с ним. И поэтому он пошел и сделал то, что он сделал. Да, то есть готов был сделать то, что он сделал. Наш еврейский народ настрадался из поколения в поколение. Наш еврейский народ пережил много чего. Наверное, здесь сидящих нет, кого не коснулись горя, которые невозможно объяснить разуму. Как тогда Авраам не мог объяснить, почему Всевышний хочет и жертвоприношения, и Цхака. Так мы сейчас не можем объяснить, почему наш народ столько перенес. Но тем не менее, мы сейчас сидим с вами. Я не думаю, что есть еще один народ, который столько выстрадал только за то, что он еврей, и хотел и мечтал остаться евреем. И положил свою жизнь за то, что он еврей. И хотел положить свою жизнь за то, что он еврей. И это то, что происходит с нами в Йом-Кипур. Не важно, какие мы евреи, не важно, что мы евреи. Мы часть еврейского народа. И в этом проявляется наше желание. Мы хотим остаться евреями, мы хотим остаться связаны со Всевышнему. И это проявляется особо в Йом-Кипур. Именно поэтому в Йом-Кипур, когда мы по-настоящему приходим к Богу, по-настоящему молимся, выполняем простые вещи, Всевышний видит, насколько мы хотим быть рядом с Ним. Всевышний видит, раскрывается сущностная связь. А там, где есть сущностная связь, все остальное уже мелочи. Это мой сын, это мой народ, я его люблю, и все. И мы тоже, у нас эта связь развивает. Это обоюдно, это не то, что это в одной стороне. То есть, пишется человек, который не плачет при молитвах емки-пура, то есть, скорее всего, что у него какая-то проблема с душой, что-то в душе проблемное в душе, он должен обратиться к Богу, посмотреть. И мы знаем, что в этот день люди творили, просто невозможно понять, что происходит с людьми. Мы знаем, к сожалению, мы привыкли, что этот день мы называем Днем Суда. На самом деле, День Суда уже давно был. Это День Искупления. Емки-пурим, да, то есть, Чевышний делает копора, Он искупляет нас. Он искупляет нас от всех наших грехов, с Божьей идеей, как мы говорим. И в этот день будут искуплены все грехи еврейскому народу. Поэтому этот день настолько важен, поэтому он в нашем понимании просто особенный день, который невозможно не ощутить. И поэтому этот день и этот период вызывает у нас Чуву. Поэтому этот Шаббат называется Шаббат-Шува. Шаббат находится на уровне, который присутствует цифрой 8, да, как мы сказали. И мы находимся на уровне Шаббат-Шува, мы готовимся к празднику. Да, и в этот Шаббат, после этого Шаббата уже не будет времени практически. То есть, только может, там, пишется, что День перед Емки-пуром, он сам как праздник, и к нему нужно относиться очень серьезно. И нужно, там, увеличивать идеи, нужно делать все остальное. Кто-то кушает больше, чем обычно, верит Емки-пуром, ему засчитывается как два дня поста. Если ему постится Емки-пур, то это два дня поста. И то, что мы сказали, это очень важно. И очень важно ощутить, что все молитвы, все, что происходит в этот день, оно просто нас переворачивает и делает нас совсем... Оно ощущает, оно действительно нашу душу, раскрывает нашу душу. То есть, это день, который раскрывает нашу душу. Дай Бог, чтобы у нас был светлый праздник, чтобы у нас был светлый Шаббат. Чтобы этот... Я вас поздравляю с этим праздником, потому что Емки-пур – это праздник. Всевышний дал нам особый день в году, который он нас искупляет. Каждый день мы можем делать шуму, но искупить по-настоящему Емки-пур искупает. У него есть такая особенность, потому что он проявляет нашу сущность. Поэтому я желаю вам хорош... быть записаны, мы уже записаны, чтобы мы были подписаны на хороший сладкий год, подписаны на здоровый год, подписаны на счастливый год, на богатый год, чтобы не будет, как мы говорим в молитвах, «Всевышний, Отец наш Небесный, убери эпидемию». Магефа – это переводится как эпидемия мор с нашего народа. Убери мор с этой земли уже в этот момент, чтобы в этот год уже закончились эти эпидемии. Чтобы мы с вами могли спокойно радоваться простым вещам, что кто-то из нас мог прийти к своим родителям, просто их обнять, потому что это тоже сейчас практически у многих невозможно сделать. Мы молим Всевышнего, чтобы он дал нам хороший сладкий год. Я желаю всем хорошего сладкого года, быть подписанными в книгу жизни, и чтобы эта сущностная связь, она раскрылась, что когда еврей, он должен жить тем, что он еврей. У него есть душа, которой не нужно ничего в этом мире, только одно – быть рядом со Всевышним. И пусть этот свет действительно раскрывается в нашей душе, и мы сможем передать этот свет другим евреям. Всем хорошего шабата и Йом-Кипура, чтобы был легкий пост, продуктивный пост, чтобы мы все были подписаны, запечатаны на хороший сладкий год.